всем привет меня зовут светлана пугачева я являюсь доцентом кафедры экономики производства казанского федерального университета и мы сегодня с вами поговорим о такой интересной дисциплине как дизайн мышления и посмотрим а как же дизайн мышления развивается в бизнесе как развивать творческий подход в работе и так что же такое дизайн мышления это подход к проектированию инновационных решений которые ориентированы человека этот подход основан на инструментах которые применяются дизайнерами и используется с целью интегрирования потребности людей потребности бизнеса и технологических возможностей методика дизайн мышления может быть применима в самых различных ситуациях возможно вы разрабатываете совершенно новый продукт возможно вы хотите провести ребрендинг уже существующего продукта а может вы хотите построить стратегию отношений компании со своими клиентами посмотрите да дизайн мышления это метод создания продуктов услуг и решений ориентированных на человека и так какие же принципы у дизайн мышления существует но во первых это фокусировка на ценности конечно же первую очередь дизайн мышления рассматривает человекоцентричный подход поэтому очень важно ориентироваться на те боли и проблемы вашего клиента которые существуют во вторых нужно всегда говорить да эксперименту не бойтесь экспериментировать не бойтесь предпринимать новые решения для того чтобы улучшить ваш продукт в третьих вам необходимо показывать они рассказывать то есть визуализация позволяет человеку больше погрузиться в этот продукт и понять что же на себя представляет думайте о процессе всегда помните на каком этапе дизайн мышления вы находитесь и какие методы вы при этом используете обязательно подбирайте себе команду людей единомышленников но в том числе и людей которые обладают разными компетенциями для того чтобы ваши идеи стали намного круче и интереснее кто же придумал этот метод придумал его герберт саймон в 1969 году сформулировал он эту идею в книге науки об искусственном а затем задумку подхватили ученые стэнфорда и основали институт дизайна хасо платнера который активно продвигает дизайн мышления в чем суть данный метод помогает найти решение задачи который учитывает интересы пользователя использовать его нужно когда вы создаете новый продукт который решает проблемы человека как работает данный метод дизайн скул предложил пять этапов дизайн мышления и так перед вами пять этапов дизайн мышления это эмпатия описание проблемы генерации идей разработка прототипа и тестирование рассмотрим каждый этап по отдельности на первом этапе на этапе эмпатии вам нужно изучить потребности своих пользователей что такое эмпатия эмпатия это умение сопереживать человеку что нужно делать нужно искать исследования нужно общаться с аудиторией брать обратную связь шуршать социальных сетях представить что вы детектив и ваша задача узнать все о вашем объекте в нашем с вами примере компания делает кормушку для животных они решили провести на сайте опрос чтобы узнать о чем переживают наши покупатели в общении с животными посмотрите на данную схему и здесь вы увидите пример составление глубинного интервью вот здесь немножко поподробнее можно проводить анкетный опрос конечно но анкетный опрос как правило не дает той информации которую вы можете получить из интервью с человеком опрос предполагает себе в большинстве своем закрытые вопросы ну либо как в тесте несколько вариантов ответа как правило если вы вложите туда несколько открытых вопросов человек может не ответить на них поэтому в данном случае чтобы нам действительно узнать а какая же проблема у человека есть и действительно помочь решить эту проблему нам нужно провести глубинное интервью как она проводится вы договаривайтесь с человеком о том что вы хотите с ним переговорить нас интересующую вас тему рассказывайте сколько будет длиться это глубинное интервью длиться она от 40 минут до часа не более далее вы с ним встречаетесь договаривайтесь о возможности записывать этого человека либо на диктофон либо на видео либо уже просто писать блокноте расслабляете его то есть знакомитесь говорить о природе о погоде и дальше уже переходите непосредственно к вопросам вопросы должны быть открытыми вы можете задавать наводящие вопросы а как ты думаешь а есть еще тебе что сказать по этому вопросу таким образом вы идете вглубь с этим человеком он идет вглубь своей боли поэтому вам нужно выбирать тех людей которые недавно совершали покупку или использовали этот продукт у которых этот опыт был недавно не более чем полгода почему потому что посмотрите на карте мы видим с вами эмоции человек может действительно раскрыть боль свою какую-то проблему именно через эмоции а если уже прошло полгода или год эмоции все равно по утихнут и человек может быть и не раскроется что мешает провести хорошее интервью ну во первых если вы все время будете разговаривать на отвлеченные темы если вы будете стремиться продать свою идею никогда не продавать свою идею если вы включите такую позицию всезнайки эксперты нет вы здесь активный слушатель если вы вступите в споры с респондентом ну и если у вас будет вот такой страх получить неприятную обратную связь любая обратная связь это польза для вас это возможность улучшить продукт возможность найти ту целевую аудиторию которая действительно ваша перед вами карта эмпатии после того как вы провели глубинное интервью с разными своими респондентами ваша задача собрать так называемые портреты пользователя мы о них чуть позже будем говорить но здесь хочется сказать о том что пользователь это конкретный человек этот человек который что-то умеет который о чем-то мечтает чего-то не понимает и чего-то боится что-то любит что-то не любит а что-то не успевает поэтому здесь очень важно понимать что это не просто социологическая единица а это действительно конкретный человек с которым вам предстоит работать перед вами не карта эмпатии да здесь два человека достаточно известных смотрите они оба родились 1948 году выросли в англии дважды женаты есть дети успешно богаты но мы не знаем сути о каждом из этих людей какие они мы не видим здесь кроме того что они любят собак что они еще любят и чем они живут нам важно знать об этом второй этап это описание вам нужно расписать потребности и проблемы в общем все что вы узнали нарисовали портреты пользователей теперь ваша задача проанализировать и четко сформулировать проблему найти глубины инсайта после того как вы собрали всю информацию переходите к обработке делите на группы находите значимые неочевидные факты выделяйте модели поведения и ключевые портреты в нашем примере после опроса выяснили что покупатели беспокоятся за своих питомцев и скучают по ним когда уезжает в отпуск запомните этот пример покупатели беспокоятся за своих питомцев а что они беспокоятся почему беспокоятся скучают по ним когда уезжает в отпуск хорошо определили выделили такую проблему посмотрим что будет дальше да здесь хочется отметить что на данном этапе очень хорошо использовать стикеры стикеры это визуал визуализация любой идеи любой проблемы один стикер одно наблюдение это правило пишем разборчиво фломастером не больше двух строчек таким образом вы можете на стене и на доске на столе разложить все эти стикеры классифицировать по тем признакам которые вы для себя выберете и соответственно видеть убирать ненужные стикеры оставлять то что вам нужно это очень удобно вот так это может выглядеть на следующем этапе наступает генерация идей проблемы есть можно придумать ее решение здесь можно использовать метод мозгового штурма он очень удобен не забываем что мы не критикуем на этом этапе идеи любая даже самая бредовая может быть идея может оказаться или лечь в основу крутого решения будьте максимально расслаблены непринуждены это хороший способ дать свободу мыслям если вы решили это делать своей компании выберите какой-нибудь может быть коворкинг может быть у вас есть какая-то такая комната где люди действительно могут быть расслаблены потому что это такой креативный этап в нашем примере придумали несколько идей партнерство с подситерами акции купи кормушку получи видеокамеру в подарок и производство кормушек с видеокамерами ну потому что наши с вами клиенты любители собак сказали о том что они скучают по своим животным когда уезжают в отпуск четвертый этап прототипирование и на этом этапе вам нужно начать создавать решение в дизайн нашли не говорят создавай решение на буквально на салфетке это должны быть очень легкие решения не требующие больших временных затрат и денежных затрат чем больше таких решений тем больше прототипов тем больше у нас будет возможности прийти к верному решению почему не нужно делать дорогих решений потому что может случиться так что какое-то решение в которое вы прям вложились силами деньгами до ресурсами какими-то она может не понравиться клиентам и и вам будет сложно психологически от него отказаться вот чтобы этого не случилось делаем такие легкие решения чем проще прототип тем меньше потраченных ресурсов и шансов привязаться в нашем примере прикрутили к нескольким кормушкам камеру с дистанционным управлением и дали попробовать фокус группе ну и пятый этап тестирование это этап на котором вы будете пробовать решение вам нужно тщательно протестировать лучшие прототипы и реализовать все возможности тестирование всегда грустно потому что с вероятностью почти 150 процентов будут какие-то ошибки и придется оперативно устранять но зато представьте как потом будет приятно когда ваши пользователи вас полюбит станут холить и лелеять на этапе тестирования может случиться так что вам придется вернуться на второй этап в описании проблемы вот что случилось с нашими с нашей компании люди протестировали кормушку и сказали что питомцы съедают еду за пару дней а потом голодает помните они говорили о том что не беспокоиться за своих животных не докрутили идею до конца не докрутили проблемы до конца и получилось что кормушка с видеокамеры не так и важно а важно чтобы кошка не голодала поэтому в итоге вернулись на второй этап прошли опять вперед до до тестирования придумали решение оснастить кормушку автоподачи воды и еды теперь хочется рассказать о том как компании используют дизайн мышления в своей деятельности например сбербанк который использует данный подход для решения задач которые возникают на основе внутренних наблюдений и отзывов клиентов в банке собирается проект на проектная команда из представителей разных подразделений то есть опять у людей разные компетенции до около 10 человек которые в течение нескольких часов а может быть и дней анализирует ситуацию придумывает решение один из результатов дизайн мышления это использование технологии nfc в банкоматах с 2016 года в чем была проблема карты которые забыли в банкомате это боль клиента и боль банка клиент долго ждет перевыпуска карты не может получить доступ к своим средствам а банк тратит деньги на восстановление и было принято решение добавить банкомат и технологию для бесконтактного обслуживания еще один интересный такой творческий подход к работе от компании феррера которая достаточно давно была на рынке продавала различные шоколад конфеты но думала о том чтобы такое еще выпустить на рынок интересное и кама компания конечно могла пойти простым путем придумать новый вкус до добавить ингредиенты добавить красивую упаковку но сделала иначе она создала шоколадное яйцо с игрушкой и киндер сюрприз рекламировали как полезный для здоровья продукт богатый углеводами размер яйца соответствовал детской порции открыв игрушку ребенок на какое-то время не просил что-нибудь еще такие вот ходы используются тоже да когда мы объединяем да был у нас магазин возникла проблема того что иногда хочется что-то приобрести или в более позднее время или люди которые работают до сменами пожалуйста появилась идея магазин 24 часа соединили до техника соединения или например была мужская бритва поставили красивую девушку пожалуйста вам бритва винус для женщин еще один очень крутой пример хрестоматийный пример он есть на ю тубе его можно посмотреть это герман греф в костюме эмпатии как-то герман греф решил ну и вообще сотрудники банка решили исследовать тема того как люди с ограниченными возможностями здоровья инвалиды могут получать какие-либо услуги банки для этого был заказан из англии специальный костюм который имитировал различные виды заболевания скажем очки имитировали глоукому на коленнике давали утяжеление ногам бронежилет такой да он вообще целом утяжелял и имитировал болезнь сердца в общем облачившись в этот облачившись в этот продукт облачившись в этот костюм герман греф пошел брать кредит и отмечал на каждом этапе свои эмоции и потому что в этот момент происходит ну например вот наушники которые тоже имитировали слабый слух подсказали ему что не очень хорошая акустика в зале и не всегда слышно специалиста договор написано очень мелким шрифтом и это тоже проблема после того как он собрал все проблемы которые существовали эти все проблемы отдали проектной группе и группу же анализировала и принимала решение как можно улучшить сервис сбербанка ну а теперь подробнее поговорим о пользовательских персонах я уже затронула эту тему давайте посмотрим для чего же они нужны и так что же такое персона персона это архетип пользователя фактически персона это конкретный человек на которого мы ориентируемся для того чтобы сделать наш продукт лучше ну или создать продукт с нуля работа с персонами помогает оптимизировать разработку то есть разработчикам понятно что нужно сократить time to market то есть время выхода новой версии на рынок а также избежать ненужных затрат времени и ресурсов вот такие карточки создаются для того чтобы понимать какие же у нас с вами преобладают персоны то есть какая целевая аудитория процент находится в окружении нашего проекта важно в качестве персон нельзя использовать стереотипные образы или просто какие-то усредненные профили мы не можем сказать что эта девушка 25 35 лет которые работает в университете да и там я не знаю читает книги это очень усредненно нам важно понять что это катя ей 26 она пишет диссертацию она преподает английский язык и так далее и так далее нам важно понять чем она живет также нельзя путать персоны с ролями такими как администратор менеджер пользователя и не стоит доверять профессионалу или эксперт ну скажем процент старшая медсестра закупает в клинику кровати операционные да она скажет есть такие то технические характеристики эта кровать крутая она лучше чем ну там такая же похожая но с другими характеристиками но только пользователь этой кровати может конкретно сказать вам в чем же преимущество этой кровати поэтому мы никогда не доверяем эксперту мы всегда доверяем конечному пользователю и так перед вами шесть шагов создания профайла что вам нужно сделать ну во первых вы высказываете гипотезу предполагаете каким будет ваш клиент далее вы проверяете свои гипотезы вы спрашиваете клиента похоже это ли на него его черты его какие-то характеристики потом вы изучаете и систематизируете полученную обратную связь и выбираете релевантные персоны то есть те персоны которые подходят под ваш продукт описываете эти персоны и создаете на них вот такие профайлы карточки желательно использовать фотографии они могут быть сгенерированными могут быть фотографиями настоящими и даже один из инструментов дизайн мышления предполагает что ложится человек на рулон обоев его вырисовывают в полный рост и соответственно вырезает такой макет для чего для того чтобы разработчику ну было проще да разрабатывать продукт он как бы общается с этим клиентом он понимает чем он живет как он выглядит да особенно если например ну это можно даже использовать да когда вы там создаете какую-то одежду это вообще очень удобно далее вы показываете эти карточки реальным людям и спрашиваете видят ли они в них себя если все сошлось работаем дальше если они где-то себя не увидели дорабатываем с учетом обратной связи и соответственно переходим уже непосредственно к разработке продукта вот пример персоны джилл андерсон ей 29 лет она экстраверт занимает руководящую должность в компании она пользуется определенными брендами у нее есть определенные цели и есть какие-то проблемы такой профайл может быть использован например для разработки сервиса бронирования или путешествий или другой пример здесь персоны для продукта который создается для сервиса провайдеров в этой сфере есть два типа людей управленцы и технические специалисты в профайле управленца персоне 40 49 лет он есть на конференции ведь у него такой симпатичный чемоданчик стоит он читает какие-то блоги смотрит игру престолов и фильмы marvel есть другая персона это технический специалист и он тоже любит путешествовать у него такая сумка на готове он сидит других блогах имеет другие проблемы и смотрит свои фильмы как думаете для чего нам знать эту информацию ну например для того чтобы использовать рекламный ход может быть каких-то героев фильма марвел вспомним рекламу майонеза когда за столом собирается вся семья вроде бы осознанные люди мы понимаем что майонез вреден но собралась же за столом вся семья это здорово это ассоциация с тем что мы можем сделать какой-то салат на новый год и майонез уже становится не таким вредным потому что есть другая ценность на первые место выводит ценность семьи любви поэтому вот такой рекламный ход можно тоже использовать для чего нужны персоны подведем итог менеджерам по продукту которым нужны персоны чтобы правильно выстроить дорожную карту продукта выбрать именно те вехи развития которые нужны вашим потребителям у разработчикам может снизить снижена нагрузка так как им не нужно писать код и программировать какие-то фичи которые не востребованы целевыми пользователями продукта они будут решать реальные проблемы которые помогут развитию продукта менеджером по продаже могут использовать персоны чтобы четко понять кому они продают продукт каким образом строит стоит выстраивать коммуникацию позиционирование маркетинг получает возможность выстроить эффективную стратегию потому что маркетологам становится понятно как же достучаться до сердец и чувств тех людей для которых выпускается разрабатывается и продвигается наш продукт ну и конечно же саппорт служба поддержки может повысить качество сервиса четко понимая более своих персон иногда сотрудники службы поддержки начинают демонстрировать эмпатию понимая кем является ваш клиент ну и в конце мне хотелось бы вам предложить почитать эти книги они интересные вы сможете почерпнуть из них много нового рекомендую лаборатории вандафол дизайн мышление методическое руководство по применению человек ориентированного подхода к проектированию и у них очень много других интересных книг и инструментов которые вы можете использовать для своей компании а преподаватели могут использовать в своих лекциях и практических занятиях а у меня все спасибо за внимание всем пока и и и и и и и и Продолжение следует...